Дружили два друга, один богатый, другой бедный. Они были лучшими друзьями. Однажды богатый друг собрался со своей женой в ресторан. Там к ней стал приставать мужчина, и богатый пырнул его ножом в живот. Он не знал, что делать, и позвонил своему бедному другу, тот сразу приехал. Через некоторое время ресторан был забит ментами, и бедный друг взял всю вину на себя. Ему дали 20 лет. Вот он сидит в тюрьме, надоело ему все это, и он сбежал. Пришел он к дому своего богатого друга и стучится, а тот его прогоняет и не открывает. Бедный удивился поступку его лучшего друга. Он только одно промолвил. Бог судья, и он все видит. Бедный не знал, куда идти, он сел на лавочку и сидел. К нему подошел пожилой мужчина и отдал ему сумку, а сам ушел. Бедный опять ничего не понял и решил открыть сумку, а там были миллионы. На эти деньги он купил себе дом, машину, поменял имя. Однажды днем он ехал на своей машине и встретил шикарную девушку. Она была очень красивой, они познакомились, стали общаться, и в дальнейшем она переехала к нему жить. Как-то утром в дверь позвонила пожилая женщина. Она просила у него поработать домохозяйкой за бесплатно, но он стал говорить, что у него есть деньги, и он может заплатить. Она стала у них работать. Через некоторое время он решил жениться на этой девушке и позвал на свадьбу своего друга. На свадьбе все веселятся, все рады, и тут богатый друг взял микрофон и говорит. Брат, а помнишь, как мы дружили? А помнишь, как я убил человека, а ты всю вину взял на себя? А я все помню, брат. Брат, а помнишь, когда ты пришел ко мне в дом, а я тебя прогнал? А знаешь почему? Так знай, брат. Потому что у меня дома были менты. Брат, а помнишь того старика, который оставил тебе сумку с деньгами? Это мой отец. А помнишь ту женщину, которая пришла к тебе работать за бесплатно домохозяйкой? Это была моя мать. Брат, а эта девушка, что сегодня стала твоей женой? Это моя сестра. Так, брат, я отдал тебе самых важных в моей жизни. Они — это моя жизнь. Я отдал тебе свою жизнь. Брат.